Приветствую, мои родные и любимые христолюбчики, все братья и сестры во Христе и все люди на земле. Всем желаю радости, блага, счастья, любви, терпения, всего самого лучшего в жизни вашей, души ваши, в дома ваши. Кто знает, я в социальных сетях разместил такой пост про некоего. На кориде выступающего Матадора, или как он там называется, я хотел бы все-таки сделать видеоролик. Там со страничек все уходит, а это можно, я вот в плейлисты и собираю. Всегда можно поделиться, всегда можно вспомнить то, что ты когда-то делал. Давайте почитаем то, что было. На этой знаменитой фотографии изображен конец карьеры Матадора Эльвара Мунера. В самый разгар боя он вдруг в раскаянии сел у края арены. Вы знаете, я когда в голове прокручивал, сидел с утра чай, пил, в голове прокручивал проповедь. Ну, так скажем, я же сам с собой все время разговариваю в этом плане. И, конечно, у меня уже сердце вылетало. Все время, когда такие вещи записываю, говорю, христолюб, тряпко соберись. Вот сердце разрывается, хочется рыдать вместе с таким человеком, с покаявшимся грешником. Ну, ничего, сейчас постараюсь все-таки сказать слово. Раскаяния сел у края арены. После интервью Альвара расскажет. Внезапно я увидел не рога, а глаза быка. Он стоял предо мной и смотрел на меня. Просто стоял и смотрел, не делая попыток напасть. Сама невинность, которую все животные имеют в своих глазах, смотрела на меня с мольбой о помощи. Это было похоже на крик о справедливости. И где-то глубоко внутри меня я вдруг понял, что он обращается ко мне так, как мы обращаемся в молитве к Богу. Я не хочу с тобой бороться, пожалуйста, пощади меня, ведь я не сделал тебе ничего плохого. Убей меня, если хочешь, если на то будет воля твоя. Но я не хочу с тобой удраться. И я, прочтя это в его глазах, почувствовал себя самым худшим существом на земле и прервал бой. После этого я стал бороться против Кариды. Ну, я говорю, мне тяжко читать такие вещи. Эта история была опубликована еще в 2012 году. Тогда еще фотография не была широко известна. После того, как об этом случае рассказали тысячи других иностранных изданий, о Матадоре Альваро Мунера узнали миллионы, а фотография стала одной из самых узнаваемых. Как вы думаете, что увидел этот Матадор в глазах этого быка? Бога, я вам скажу, самого Бога, сущность Бога, любовь. Удивительно, что Бог ломает наши гордые и злые сердца, окаменелые не палкой, а любовью. Это, конечно, удивительно, хотя для христианина, для того, кто познал сущность Бога, это не удивительно, а уже естественно. Бог есть любовь, и человека покоряет он действительно. Любовью. Я даже не знаю, что тут добавить, да? Все, по-моему, и так сказано. Александр Марьясов, мы с ним, в принципе, давно знакомы, ну, редко общаемся, точнее, сейчас-то и вообще не общаемся. Когда-то пару раз беседовали, кто помнит, даже на каналах беседы есть у нас, были беседы. Он написал стих, кстати, посвященный этим событиям. Я думал, что он его написал, когда я пост выложил, но я спросил, он сказал, нет, что это уже, может, год там назад. Но я его тоже хочу прочитать, он оставил его в комментарии под постом в соцсети. Жертвы он вонзая, красивым красным размахивая капоте. Бой шел с овациями зрителей кричащих. Альваро цель победы предвкушал. Но вдруг увидел в битве не рога он, глаза животного, похожих на опал. Впервые он увидел глаз мольбу. В них не было отмщения за всю боль. Бык мысленно произносил слова к нему, как будто к Богу, к милости взывал. И Матадор сумел грань смерти отодвинуть. Он тихо сел, на сутолку невзирал, а слезы лились, мир хотел задвинуть. И боль, что в сердце, он слезой смывал. Они в глаза смотрели тихо и без лжи, до откровения в искренности чувств. Теперь в них не было обиды и вражды, что все закончено и нету больше битв. Альваро понял, насколько стал ранним. И в мыслях Бога за все благодаря, что дал увидеть его в глазах быка. Все-таки попробую дочитать. И Матадор сумел грань смерти отодвинуть. Он тихо сел, на сутолку невзирал, а слезы лились, мир хотел задвинуть. И боль, что в сердце, он слезой смывал. Они в глазах смотрели тихо и без лжи, до откровения в искренности чувств. Теперь в них не было обиды и вражды, что все закончено и нету больше битв. Альваро понял, насколько стал ранним. И в мыслях Бога за все благодаря, что дал увидеть он в глазах быка, насколько мир тщедушный уязвим. Они с арены расходились не спеша. Бык землю кровью свою чуть поприлил. Но все закончено. Проснулась вся душа. И быть убийцей нет в Альваро сил. Альваро Мунера стал совсем иным. И озарение пришло к нему мгновенно. Он даже мясо из пищи исключил. Теперь с коридой бьется за отмену. Ну да, с коридой бьется за отмену. Это стихи написал Александр Марьясов. Да простят меня все слушающие за мой кривой чтение. Стихи на самом деле я не очень умею читать. Что хочешь сказать? Нужны ли вообще слова какие-то? Оно одно за другое цепляется. Сначала мне показалось, что мне хочется, да? И первый человек убил животное. Принес его в жертву. Бог, кого-нибудь приносил в жертву приносить? Он Авеля просил приносить. Нет. Потом вроде как мне мясо хочется. Я попробовал, ой вкусно. Ну давай буду убивать. Почему нет? Ведь так же первые люди поступали. Мы живем в матрице. Матрица нам внушила, что мы почему-то без мяса жить не можем. Кто это может доказать? Просто вербовка матрицы. И мы верим в это. Мы скорее поверим матрице, которая говорит, что убийство. Ну, хорошо. У тебя сердце уже не жестокосердное. Тебе вроде жалко. Но матрица убедит тебя, что ты не с удовольствием-то делаешь. Ну, ты плачь, конечно. Но режь ее. Знаете, есть такой пошлый очень анекдот. Я его, конечно, рассказывать не могу. Он слишком пошлый. Так вот и это. Режу и плачу. Там похожая фраза просто. Кто-то может догадаться. Это же что такое? Это безумие. Я сейчас серию роликов буду и дальше еще записывать. Я еще хочу сказать о цирке, о зоопарке. Мое отношение. Ну, что вот. Беснующаяся толпа. Сидит, смотрит, как убивают беззащитное животное. Наверное, попкорн сидят, едят. Я не знаю. Бухают. Что-нибудь там делают. Орут. Кличат. Рукоплещут. И человек. Ты же сам доказываешь всем, что ты выше и сильнее его. Ну, и хорошо. Так, если ты сильнее, так ты заботься. Взять беззащитному животному кусок железки в голову, воткнуть. Это что это? Сила, мужество, слабость и трусость. Видите, после этого Альваро даже мясо есть перестал. И еще стал биться теперь уже не с быками, а с самой коридой. Вот результат. А кто на это смотрит? Опять. Это какие люди? Знаете, кажется, нас это не касается. Вот я в России живу, у нас нет кориды. Это у нас своего говна хватает. И это все, понимаете. И знаете, очень вспоминается Достоевский в это преступление, наказание. Мне все позволено, да. Могу ли я блохую эту бабку убить? Вот это то же самое. И так во всем абсолютно. У нас вместо того, что сейчас я вот смотрю, раньше отстреливали несколько лет, а то и уже десяток, наверное, лет этих собак. Я сам был знаком с человеком, который на этом деньги делал. Ну, как знаком, по нежеланию. У меня к нему было отвратение. Это было до покаяния. Я узнал, и то у меня к нему было такое отвращение к этому человеку. Сейчас я вижу, что их не отстреливают. Все бездомные собаки, смотрю, с бирками на ушах бегают. Походу стали все-таки... Немножко любовь возобладала. И стали их прививать там, метить вот это все. Бирочки вешать. Ну, и хоть что-то. Хоть дошло до людей. Чего убивать всех? Нам все уничтожить. Все убить. И так во всем. Во всем. И не думайте, что это нас не касается. Я говорю, это всех нас касается. Вот так вот. Живем все на одной земле. На одной. Разве для этого Бог создал всех животных? Нет. Ближний наш разве только человек? Нет. Я вернусь. Продолжение следует...